Чебоксары – крупнейший центр электротехнической промышленности. Об этом знают не только в России, но и в мире. Предприятия отрасли дают стабильный рост производства. Наряду с флагманами электротехники в столице есть и такие, что работают уже давно, но не слишком известны. Например, завод «Чебоксарская электротехника и автоматика». Сегодня в рамках единого информационного дня там побывал глава Чуваши Михаил Игнатьев. В октябре на экономическом совете при главе Чувашской республики директор предприятия озвучил проблему. Для стопроцентной загрузки предприятия им не хватало электроэнергии. Казалось бы, предприятие мало кому знакомо и неизвестно, что выпускает. Но в решение проблемы быстро включились. И уже к Новому году здесь цех заработал в полную мощность. Теперь новый цех, который получил инвестиционную, не финансовую поддержку, работает в полную мощность. Чета – производственно-инжиниринговое предприятие, которое специализируется на разработке и выпуске низковольтных комплектных устройств. Показатели компании неплохие, работают с прибылью, но есть и сложности. Хорошо знакомые практически всем представителям малого и среднего бизнеса. «Мы должны каким-то образом упорядочить процесс контроля и проверки предприятий. Могу вам сказать, что в настоящее время на нашем предприятии находятся три федеральных службы. Это налоговая служба, выездная проверка, это пенсионный фонд и это фонд социального страхования. У нас парализована работа». О мерах поддержки бизнеса и о многом другом говорили во время встречи главы Чувашии с коллективом Четы. Предприятие пока не входит в так называемый электротехнический кластер Чувашии, но свою нишу на рынке заняло. Нужны квалифицированные сотрудники и рабочие. Учебные заведения пока не могут удовлетворить спрос. Михаил Игнатьев рассказал об итогах социально-экономического развития и прогнозах на 2014 год. Промышленность медленно, но растет, а значит будет расти и благосостояние жителей. Рабочие интересовались и судьбой региональных авиаперевозок. «По итогам полугодия, все зависит, когда сезон начинается, будет спрос, допустим, другие города. У нас были, допустим, и Саратов, да, из-за того, что там один-два пассажира. Это просто на сегодняшний день и федеральный бюджет, и мы, посчитав, сказали через авиаперевозчиков, что невыгодно держать. Поэтому все зависит от того, насколько этот рынок будет востребован. Будет спрос, мы соответствующие решения примем». Во время встречи работники смогли обратиться и с другими вопросами. Где-то распродали колхозное имущество, где-то музыкальная школа в плачевном состоянии. Михаил Игнатьев поручил записать все вопросы и проблемы, которые будут взяты на контроль. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.